Всем доброе утро! Мы находимся в селе Грибковуце Бричанского района. Вы можете видеть, как на месте, где вчера еще было поле, на 8 часов вечера здесь было еще поле, чуть дальше вот сад и не было воды. Сейчас все уже полностью здесь в воде. Столбы, деревья, видно очень много мусора. Вода поднимается с очень большой скоростью. Как я уже сказал, что на вчерашний день в 8 часов вечера здесь ничего не было. Воды. Сейчас можете видеть, что вот вода подобралась прямо уже к забору людей, которые здесь живут. Там у них как огородик, и он уже тоже начинает уходить под воду. Это все последствия того, что пруд выходит из берегов. Похожая ситуация в селе Криво Бричанского района. Там тоже вода набирается с очень большой скоростью. Если вчера на 12 часов ночи вода была в криве, не на особо высоком уровне, сейчас она уже подбирается там на месте, ближе к центральной дороге. Когда будем на месте, я вам покажу, чтобы вы видели точно, какая там ситуация. А сейчас именно под Рыбкаутсом. Вот видно, что вдалеке сад, и он уже в воде. Он ушел под воду. Столбы, деревья. Как я сказал, здесь раньше было поле, здесь местные жители пасли домашний скот, дети могли играть футбол. Еще вчера, вчера вода, когда набиралась, течения не было. Вода она набиралась, но она стояла. Сегодня уже можно видеть, что есть довольно большое течение. Вот если присмотреться, вы можете увидеть, ближе к середине. Видно, как идет течение. Со вчерашнего вечера люди начали выходить на рыбалку. Люди выходили в селе Криво и здесь, в Дребкаутсах, пытаются и даже в каких-то проблемных вещах найти какие-то плюсы. Здесь вот, смотрите, здесь есть мельница. Вот это мельница в Дребкаутсах. И в 2008 году, когда было наводнение, вот почти весь первый этаж мельницы ушел под воду. Вчера мы разговаривали с местными жителями. Они говорят, что боятся того, чтобы не повторилось то, что было в 2008 году. Потому что в 2008 году пострадало очень много домов, очень много семей остались просто-напросто без крыши над головой. Они были вынуждены покинуть свои дома. Да, вот на что нужно обратить внимание на самом деле это на бутылки, которые плывут по течению. Вот эти бутылки, они как знак того, что природа нам возвращает то, что мы оставили ей. При поездке в лес на шашлыки. Мы оставляем бутылки из-под воды, из-под алкогольных напитков. И сейчас они все возвращаются к нам обратно. И вот тут здесь тоже очень много мусора на самом деле. По воде течет очень много мусора. Если ситуацию в кривии, за ситуацией в кривии следят работники службы, пограничные службы, то здесь пока еще никого нет. Пока еще никто не приехал. Как нам стало известно, что каждый час на место выезжает специализированная группа, состоящая из работников МЧС, которая проверяет ситуацию с уровнем воды для того, чтобы вовремя людей эвакуировать, чтобы не было поздно. Всем спасибо, кто был с нами, кто смотрел прямой эфир. Чуть позже мы снова выйдем и покажем вам, какая будет ситуация.